В 2023 году многие из звезд российского шоу-бизнеса оказались замешаны в скандалах. Смотрите видео до конца, и вы узнаете, что произошло в российской индустрии шоу-бизнеса сегодня. Актер Андрей Бурковский, известный своими ролями в сериалах «Кухня» и последний из Магикян, решил осуществить свою американскую мечту и переехал в США со своей семьей. Переезд произошел на фоне СВО, однако актер не делал никаких политических заявлений и долгое время скрывал эту информацию от своих поклонников. Позиция Андрея Бурковского в отношении конфликта между Израилем и Палестиной изменилась после его обострения. Он поддержал израильскую сторону, опубликовав флаг этой страны. Актер признался, что его родственники проживают на Святой Земле, и он очень переживает за их судьбу, постоянно поддерживая связь с ними. Однако политолог Михаэль Исгалецкий считает, что Бурковский не предпримет реальных действий для защиты своих израильских родственников и ограничится только словесными заявлениями. «Я не думаю, что он пойдет защищать своих родственников с оружием в руках», — подчеркнул политолог. Политолог также напомнил, что у Бурковского остаются возможности вернуться в Россию, поскольку он не внесен в реестр иностранных агентов. Далее. Беглый из России стендапер и комик Данила Поперечный искренне сожалеет, что не съездил в свое время на Донбасс. Однако оказалось, что это очередная шутка опального эмигранта, причем с неподдельным сарказмом. Комик и стендапер Данила Поперечный, покинувший Россию после начала СВО РФ в Украине, сделал неожиданное заявление в своем недавнем выступлении за границей. Знаменитый беглец сожалеет, что не решился посетить Донбасс. Неужели наконец-то что-то понял и осознал? Однако оказалось, что это заявление было лишь очередной шуткой от опального эмигранта. Данила Поперечный пошутил, если бы он когда-то побывал на Донбассе и исполнил песню о ракетах или станцевал гопак, у него открылись бы двери к привилегиям. Как патриоту, ему были бы доступны полеты на частном самолете и возможность организации концерта на Олимпийском стадионе. К сожалению, по мнению скандального комика, все эти мечты и планы так и останутся невоплощенными, особенно в свете приближающейся Третьей мировой войны, о которой эмигрант Данила Поперечный предостерегает весь мир и сам опасается. Ранее мы писали, что уехавший из России комик Данила Поперечный, шутивший про гибель солдат под Изюмом, выживает как может. Далее. Опыт, накопленный в тяжелые времена Советского Союза, оказывается не только ностальгическим воспоминанием, но и ценным ресурсом для иноагента Михаила Шатца, который вовсю помогает Украине и Израилю. В своей необычной работе, по поиску и доставке военной техники для израильских бойцов, он находит применение своим непростым детским годам. Иноагент Михаил Шатц родился и вырос в Советском Союзе. В то время будущий артист сталкивался с трудностями и ограничениями, характерными для данного периода. Однако сейчас, эти жизненные уроки, помогают ему успешно осуществлять свою миссию, в условиях Палестино-Израильского конфликта. Его способность адаптироваться к экстремальным условиям и быстро находить необходимую военную технику, стала его отличительной чертой. Нынешняя задача Михаила Шатца, найти и доставить, самые передовые технологии и оборудование для израильских бойцов, чтобы они могли эффективно защищать свою страну, в Палестино-Израильском конфликте. Далее. Недавно в СМИ появилась новость о том, что очень известного актера Артура Смольянинова, отрекся от него после его антироссийских высказываний. А брат артиста и вовсе сидит в тюрьме за убийство. Что еще известно о семье Смольяниновых. В СМИ поступили неопровержимые факты, об очеме Артура Смольянинова, Сергея Николаеве, российском лингвисте и сотрудники Института словеноведения Российской академии наук. Оказывается, мужчина является лауреатом академической премии имени Пушкина и известен в научных кругах. Однако на сайте зарубежной Википедии есть ссылка на открытое письмо российских ученых, в котором ими осуждается СВО. Это вызывает вопросы о патриотических взглядах и реальной позиции по отношению к родине со стороны отчима Артура Смольянинова. Но не только к отчему вопросы. Дело в том, что родной брат Артура Смольянинова, по кличке Ян Лютик, также имеет сомнительную репутацию. Он был осужден на 19 лет за убийство и нападение на людей других национальностей. В ближайшие месяцы Лютик надеется на условно-досрочное освобождение. Открытым остается вопрос, гордится ли известный актер, связями с главарем банды скинхедов, которая преступно избивала граждан Армении, Китая, арабских и африканских стран. Все эти факты указывают на то, что в семье Смольяниновых есть несколько темных пятен. Однако в этом темном семейном царстве есть один человек, который выглядит, как лучик света. Это крестный отец актера Ивана Хлобыстин. Интересно, каковы их отношения сейчас, и как они поддерживают отношения, находясь по разные стороны баррикады. Как оказалось, Артур Смольянинов весной прошлого года покинул Россию и отправился искать новой жизни за границу. Актер, которому в конце октября исполнилось 40 лет, обосновался в Латвии. Сидя в Риге, артист раздает интервью, в которых поливает грязью родную страну и говорит, что никогда больше в нее не вернется. Смольянинов был уверен, что после его антироссийских высказываний за границей на него посыплются предложения о работе. Однако оказалось, что за рубежом он никому не нужен. Съемок нет, его театральный проект с треском провалился. Как рассказал Смольянинов в новом интервью, он решил сменить амплуа. Артур создал музыкальную группу под названием «Человек, вместе с которой играет в переходах». Творческий коллектив актер сколотил из таких же эмигрантов, как и он. Поскольку приглашать никому неизвестную группу, дать концерт никто не спешит, Смольянинов и его приятели уже год играют в Латвии в переходах. По словам иноагента, эта тактика наконец-то оправдала себя, в декабре группа даст свой первый концерт на большой сцене. В 40 лет играть в переходах после того, как ты был звездой в России, та еще карьера, но Смольянинов упорно отказывается признать, что скатился на самое дно. Актер уверен, что у него начался новый виток творчества. Он считает, что начал жить заново и теперь знает, чего он хочет. В мае Смольянинов отправился в США, где он собирался устроить гастрольный чоз с собственным спектаклем. Билеты на него стоили сущие копейки, но и те не смогли продать. В итоге Артур выступал на квартирниках в домах сочувствующих ему русских эмигрантов. В России у Смольянинова остались мама, больной брат, бывшая жена, актриса Дарья Мельникова и двое детей. Мать артиста рассказала, что на родине у Артура нет ни недвижимости, ни счетов. Судя по всему, детям Смольянинов финансово не помогает. В соцсетях Дарья Мельникова сообщила, что купила квартиру для себя и для детей в ипотеку, которую она погашает самостоятельно. Актриса посетовала, что ей сложно в одиночку выплачивать кредит. Далее. Депутат партии «Единая Россия», председатель комитета Госдумы по культуре Елена Импольская, высмеяла возвращение певицы Аллы Пугачевой в Россию. А что, про отгазы в грязы кто-то уже пошутил, написала парламентарий в своем телеграм-канале. Ранее СМИ сообщали, что Алла Пугачева вернулась в Россию 2 ноября. Утверждается, что певица пересекла погранпереход в Псковской области, а затем прибыла в столицу на поезде Псков – Москва. Другие источники информируют, что Пугачева направилась в свой замок в деревне Грязь в Московской области на Черном Роллс-Ройс. Отмечается также, что артистка вернулась в Россию без мужа Максима Галкина и детей. В СМИ поступила информация, зачем Алла Пугачева приехала в Россию, причем тайно и под покровом ночи. Оказывается, ее цель – составить дополнительное завещание, забрать все документы, связанные с ее детьми, которые были забыты семьей во время их предыдущего визита на родину. Но это еще не все. В окружении певицы считают, что Алла Борисовна также попытается помочь молодому мужу решить вопрос со снятием статуса иноагента РФ. По данным источников СМИ, Пугачева уже давно завещала все имущество младшим детям. Однако владение замком в подмосковной деревне Грязь до сих пор остается у Максима Галкина. Поэтому, перед тем, как завершить процесс наследования, певице необходимо решить некоторые вопросы с нотариусом. Кроме того, визит Аллы Пугачевой также связан с переездом ее семьи в новые апартаменты в Лимассоле, на Кипре после бомбежек Израиля. Для завершения этого процесса ей требуются некие документы на детей. В связи с этим певица обязана решить все необходимые вопросы в России. Наконец, по некоторым данным, Алла Пугачева планирует посетить церемонию прощания с народным артистом и дирижером Юрием Тимиркановым, который скончался накануне, в возрасте 84 лет. Это для нее возможность выразить соболезнования и почтить память выдающегося музыканта. Знаменитая артистка Алла Пугачева неожиданно вернулась в Россию. В стране ее по-прежнему любит определенная часть населения, несмотря на все заявления, поэтому часть публики очень обрадовалась, новости о приезде звезды. Остальные были настроены не так благосклонно. Например, общественники из движения «Зов народа» направили обращение на имена глав СК РФ Пастрыкина и МВД Колокольцева с резким требованием задержать и допросить Аллу Пугачеву. Основанием для этого они называют слухи о финансировании артисткой ВСУ, которые в действительности не нашли подтверждения, высказывания о россиянах и поддержку мужей на агента. Российские власти на фоне поднявшегося шума раскрыли правду о задержании Пугачевой сразу после приезда в Россию. Например, депутат Госдумы Александр Шолохов отметил, что согласно общедоступной информации, никаких претензий с точки зрения закона к артистке нет. Она не сделала никаких заявлений о России, то есть вела себя аккуратно. Надо отдать должное, она и здесь была хитра, подчеркнул он. Высказался о ситуации и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что родственники иноагентов именем нарицательным не являются. Естественно, любой российский гражданин, добропорядочный, законопослушный российский гражданин, всегда свободно возвращается на свою родину, сказал представитель Путина. Также он указал, что такие люди имеют право и спокойно из России уезжать. Далее. Сбежавший из России Анатолий Белый в своем последнем интервью шокировался отечественников резкими высказываниями о России. Опальный артист заявил, что хочет изолировать некогда родную страну от всего мира, превратив ее в настоящую тюрьму. Я бы закрыл эту страну, железным забором с колючей проволокой, как какую-то тюрьму, каковой собственно она и является на сегодняшний день, отгородил бы и под высоким напряжением пустил бы колючую проволоку. И чтобы оттуда не проникало ничего, заявил Белый. Он также выразил свое недовольство политической ситуации в стране, называя ее диктаторской. Анатолий Белый отметил, что он больше не мог жить в такой стране, которая насаживает своих жителей на свой кол и пребывает в яме и тьме. Именно поэтому он решил сбежать в Израиль, где надеется на свободу и демократию. Делитесь этим видео с друзьями. А также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.